всем привет дорогие друзья из ветхие привет как дела ветхие как красиво да друзья мы ветхие наш второй день мы находимся в районе пляжа чалыш здесь вот такая вот небольшая речка и идем сейчас в сторону моря в сторону пляжа вы знаете что я никогда вас не оставлю без моря сегодня 31 декабря и стоит просто потрясающе теплая погода я в кофте в куртке но мне жарко вот такой вот здесь мостик речка идем дальше в сторону моря моря совсем близко вот там за деревьями около пляжа здесь вот такой вот красивый парк здесь также я думаю что расположены отели мы остановились тоже в этом районе есть тренажеры но сейчас зима как вы понимаете практически никого нет но все равно мы пришли полюбоваться морем на пляже совсем мало людей никого нет это пляж чалыш когда солнце и я думаю что летом здесь полно народу видите какое спокойное море такая вот бухточка и за счет этого волн совсем нет кто был на этом пляже ли кто живет такие напишите на самом ли деле это такой всегда такой спокойный пляж как вы видите здесь такая мелкая галька и очень плавный плавный вход и красивые панорама и и и и и и и и и мы приехали в район старого фетхие где расположена одна из самых главных достопримечательностей это скальные гробницы это гробницы ликийского периода которые датируются четвертым веком до нашей эры ликийские гробницы датируете как я уже сказала четвертым веком до нашей эры и это особый вид надгробного искусства история которого насчитывает две с половиной тысячи лет и также это каменная красота которая вырублена людьми в скалах и вот эти вот ликийские гробницы являются одной из главных достопримечательностей фетхие если говорить о фетхие то этот город построен на месте древнего города тел месос и был одним из крупнейших городов государства лики эти гробницы пережили два землетрясения и самой знаменитой гробницы считается гробница царя аминтаса внутри даже сохранились надписи копия греческого храма была возведена примерно в 350 веке до нашей эры и это без каких-либо представляете электричество техники и специального снаряжения также есть возможность подняться наверх вход в музей стоит 10 лир и сейчас мы с вами отправимся на самый верх откуда открывается также потрясающая панорама на город наверх ведет вот такая вот лестница и можно подняться до гробницы на самый верх посмотрите какой открывается вид на весь город красота очень большая гробница и было два землетрясения которые выдержали эти гробницы посмотрите возможно что вот это вот как раз следы от землетрясений и на лестнице тоже очень огромное красивое монументальное сооружение и как вы видите для того чтобы попасть в эту гробницу те кто охотились за сокровищами вот здесь вот гробница тоже была скорее всего вскрыта и вот таким вот образом она выглядит изнутри а панорама на весь город отсюда открывается вот такая невероятная налюбовались мы с на друзья я настолько в в отдыхе что у меня даже язык заплетается налюбовались мы с вами видами фетхи скорее всего с самой высокой точки этого города и отправляемся дальше сейчас из центра фетхи мы побывали с вами около скальных гробниц и сейчас отправляемся в Каякёй и далее отправимся в Олю Денис мы уже приехали в Олю Денис это центр города здесь тоже идут какие-то ремонтные работы это очень туристическое местечко поэтому даже сейчас поскольку мы зимой все закрыто в основном туристы конечно же приезжают летом очень небольшой красивый маленький городок но конечно же известен он своим пляжем куда мы сейчас и отправимся мы приехали на это знаменитый пляж Олю Денис именно здесь очень популярны прыжки с парашютом параглайдинг и именно здесь одно из самых лучших мест для параглайдинга и открываются просто потрясающие виды на фетхи и на эту бухту вот он друзья знаменитый пляж Олю Денис если вы были на этом пляже обязательно пишите как здесь летом если вы здесь отдыхали обязательно напишите в комментариях ваши отзывы очень интересно здесь море не такое спокойное как мы с вами буквально недавно видели в фетхе здесь чуть-чуть есть волны такая крупная галечка вместе с песком летом конечно здесь я думаю что намного красивее судя по фотографиям и здесь очень-очень голубая вода в море вода в море в море почувствовать Продолжение следует... Не доехав до Каша, мы свернули в район пляжа Потара. Здесь также расположен античный город. Просто огромная территория с раскопками археологическими. И идем сейчас на один из самых красивейших пляжей Турции. Это пляж Потара. Я здесь тоже никогда не была, поэтому впервые вместе с вами увидим пляж Потара и оценим, действительно ли он настолько красив, насколько мы видели на фотографиях. На этот пляж ведет длинная-длинная дорога через различные античные постройки, через музей. И далее, уже приехав на парковку, припарковав машину, на пляж ведет вот такой вот деревянный настил. Очень тепло, друзья, 31 декабря. Просто фантастическая погода сегодня в районе Фетхе, в Мугле, в Каше. Здорово! Вот такая вот длинная дорога ведет на пляж и пляж Песчаный. Посмотрите, здесь вот такой вот мелкий-мелкий-мелкий песок. Очень широкий. Немного дует ветер, и мы видим волны, но пляж просто широченный. И вот такой вот длинный-длинный деревянный настил ведет к морю. Места невероятно много. Гуляй не хочу, отдыхай не хочу. Пляж широченный, как пустыня. Действительно, очень широкий, красивый пляж. Вдалеке виднеются горы. И мелкий-мелкий-мелкий песок. Я думаю, что летом здесь невероятно классно, когда выставляют шезлонги, зонтики. Можно целый день отдыхать и наслаждаться морем. Вдалеке виднеется милый-мелкий-мелый. Диана-класс. Диана-класс. Играет музыка. Видео-класс. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Практически начинает заходить... Очень красиво... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... мы уже заехали в нашу гостиницу и у нас терраса открывается вот такая потрясающая панорама я с вами прощаюсь в этом видео надеюсь что вам понравился наш новогодний марафон по самым красивым местам турции мы отправляемся магазин для того чтобы купить то что нам нужно для новогодней ночь это видео вы уже увидите после того как наступил новый год я надеюсь что вы отпраздновали новый год классно весело и конечно же желаю вам здоровья и всего самого лучшего всем всего хорошего пока пока